Стихийное воображение в американских комиксах Иногда это проходит явно, иногда скрыто. Во многом, благодаря продукции, связанной с комиксами, в массовое сознание попадают стихийные образы. Для начала давайте разберем тему суперспособности. Отметим, что идея суперспособности не является исконно детской или принадлежащей комиксам. А йоги с древних времен обещают своим последователям разнообразные суперспособности. Но есть небольшое различие между йогами и супергероями. Йог не должен проявлять свои способности для спасения или терроризирования других людей. В общем-то, суперспособности йога всегда остаются скрытыми. А древние даосы, судя по легендам, тоже обретали какие-то сверхчеловеческие силы, например, они могли летать. Греческие герои тоже обладали неведанной силой, ловкостью, экипировкой, позволяющей им сражаться с непобедимыми монстрами. Многие греческие герои были полубогами, либо просто невызвимыми людьми. В общем, они обладали суперспособностями. Тематика суперспособности апеллирует к глубинным слоям нашей психики, к нашим самосокровенным грезам, к нашим снам. Воображение человека, тем более ребенка, часто пытается порвать связь между собой и реальностью. Но для этого используются методы самой реальности. А воображение, реальность перерастает саму себя на своих же собственных основаниях. Стихийные суперспособности практически неизбежны. Ведь если мы посмотрим вокруг нас, все будет связано с той или иной стихией. Основывая свое воображение на реальности, люди невольно создают стихийные образы в разнообразных областях своей деятельности. У суперлюдей в комиксах присутствуют непосредственно стихийные способности. Воспламенение, превращение тела в жидкость, слияние с землей, управление воздухом. Это, собственно, четыре способности, четыре стихии. В общем, подобно сливающимся со своей стихией существам у Парацельса, многие суперлюди обладают способностями к такому слиянию. Они олицетворяют свою стихию. Например, человек-факел олицетворяет огонь, а гидра, воду. Существуют воображаемые персонажи, способные вызывать землетрясение или способные становиться песком и так далее. Однако, сразу же обратим внимание на то, что суперспособности, прекрасно соотносящиеся со стихийными грезами по Башляру, представляют собой большую часть суперспособностей в различных вселенных комиксах. Сейчас мы попытаемся это наглядно показать. Со стихией огня связаны различные образы горения, любви и энергии. Более того, огонь вбирает в себя образы молнии и изменчивой стремительности. Многие герои комиксов обладают способностью излучать тот или иной тип энергии. Это, очевидно, имеет отношение к стихии огня. Лазерное зрение Супермена или Циклопа, энергетические лучи Атома, Таноса или Дарксайда и многих других персонажей. Мы с очевидностью относим к огненной стихии. Это все огонь. Для ненаучного воображения соотношение огня и энергии очевидно на уровне образов. Продолжая тему огня, стоит отметить, что существуют и такие персонажи, которые способны влюблять в себя людей и всячески манипулировать их чувствами. Наглядным примером таких способностей может служить мистер Фиолетовый. Ну, в некоторых переводах он еще пурпурный. Это человек из комиксов «Сорвиг головы» или сериала Джессика Джонс. Он, давая словесные команды, способен управлять человеком. Он может заставлять полюбить, возненавидеть. Данная способность, конечно, косвенно относится к стихии огня. И далеко ей не исчерпывается. Кроме того, не будем забывать о многочисленных телепатах среди героев и злодеев. Они способны влиять прямиком на психику людей, внушая им различные чувства и эмоции, в том числе связанные с огнем. Теперь рассмотрим электрические и скоростные способности, которые мы тоже относим к стихии огня. Напомню, что молния включается в стихию огня многими мыслителями, в том числе Хайдегером. Многие герои и злодеи управляют молниями и электричеством, например, Тор и Электро. А последний даже может превращаться в электричество. Довольно распространены и скоростные персонажи, носящие символику молнии, например, Флэш, Профессор, Зум и Ртуть. Большинство из них пользуются символикой молний, их обретение способностей иногда связано с ударом молнии. Магнетические способности магнета и полярис тоже восходят к стихии огня. Любой магнетизм есть нечто электрическое, как следствие для воображения. Имеется связь с огнем. Кроме того, отметим, что различные способности, связанные с улучшенным зрением, это тоже способности, связанные с образом огня. Традиционные представления об органах чувств тесно переблетены с теорией четырех стихий, где огонь отвечает за зрение. Примеры лучшего зрения, лучшенного зрения, это рентгеновское зрение супермена, безупречное зрение соколиного глаза, зеленые стрелы и так далее. Теперь перейдем к грезам водной стихии. Грезы водной стихии проявляются в комиксах через способности, позволяющие менять форму и принимать облик чего-то. В первом случае мы акцентируемся на текучести воды, во втором на свойстве воды отражать предметы и людей. А способность к деформации свойственна некоторым персонажам комиксов. Например, резиновому мистеру фантастику, глиноликому, состоящему полностью из глины. А глина, она является смешением стихий земли и воды. И веному. Более того, многим другим персонажам. А способность менять внешность тоже свойственна некоторым героям. Например, мистик, способна менять не только форму лица, но и всю свою одежду. Эта способность напоминает нам миф о нарциссе и его отражении. Вода отражает того, кто в нее смотрит. Так делают и превращающиеся персонажи. Отметим еще одну категорию героев. Это герои, чьи раны мгновенно заживают в комиксах. Это называется регенерацией. Ну, собственно, в биологии пошло. А она, эта регенерация, она происходит с неравидной скоростью. Пули проходят сквозь таких персонажей, как сквозь воду. И они полностью восстанавливаются в ту же секунду. Подобно водной глади. Например, ну, есть еще один более интересный персонаж, который может проходить сквозь стены. Это Китти Прай, член команды Люди Икс. Ее способность, очевидно, тоже восходит к стихии воды. Стоит отметить, что проходя сквозь технику, Китти способна вызывать замыкание, подобно воде. Вода просачивается сквозь стены, потолки, дерево. Ни одна стихия на такое не способна. Обратимся к еще одному персонажу за Люди Икс, которого зовут Множитель. Он способен создавать множество своих копий. Эта способность тоже восходит к способности воды копировать людей отражением. Элемент земли проявляется в комиксах в виде образов твердости и силы, сопряженной с этой твердостью. Каменное существо, железный колосс, полинепробиваемый супермен и многие другие герои, обладающие невероятной силой и крепкостью, олицетворяют саму землю, подобно Антею. Кроме того, существуют разного рода древесные и растительные герои. Они тоже отсылают нас к образам плодородия земли. Грутый, ядовитый, плющий, многие другие персонажи комиксов соотносятся с растительной средой, которая напрямую восходит к стихии земли. Чрезмерным трюдолюбие, инженерной изобретательностью тоже скрывается символика земли. Опять же, апеллируем к башляру. Например, Тони Старк, имеющий прозвище Железный Человек, показывает нам небывалую работоспособность. Он создает разнообразные модели своих железных костюмов. Тем более, он железный человек. В европейской традиции, среди европейской стихий, железо, как и прочие металлы, они связаны с землей. Камни, металлы, это все элемент земли. Вообще, почти все материальное оснащение героев комиксов можно свести к стихии земли. Правда, есть некоторые исключения. Например, различные энергетические орудия в основании содержат элемент земли, но могут испускать энергию, которая принадлежит к элементу огня. Ледяные пушки сами по себе металлические, но могут выпускать ледяные лучи. А лед смешивает в себе и воду, и воздух. Способности стихии воздуха не менее очевидны. Телекинез, левитация, невидимость, улучшенный слух и нюх. Телекинез позволяет передвигать предметы по воздуху. По сути, мы заставляем предметы летать. Левитация делает воздушными нас самих, а невидимость делает нас прозрачными, подобно ветру. Из всех перечисленных способностей, телекинез и левитация являются наиболее распространенными. Например, передвигать предметы могут и некоторые телепаты, такие как Джина Грей. А левитация же доступна многим героям и злодеям в комиксах. Согласно Гастону Башляру, способность летать без крыльев – это подлинный полет. Именно так и делают многие супергерои. Есть ряд супергероев, использующих крылья, например, Архангел. Ну, или есть герои, которые используют звуковую волну для полета, Баньши. Они отвлекаются от фундаментальной грезы полета, но их тоже следует причислить к стихии воздуха. Обратим внимание на Суперменов. Он способен левитировать. Во-первых, в комиксах он умел лишь высоко прыгать. Высокие прыжки мы тоже должны отнести к способности стихии воздуха. Так как это порыв произрасти из земли в небо. Высоко прыгнуть в комиксах могут многие персонажи. Например, Халк, одним прыжком преодолевающий несколько километров. Супермен использует свое мощное дыхание для того, чтобы заморозить противника. Это тоже стихия воздуха. Он просто набирает легкий воздух и с его помощью останавливает и замораживает все вокруг. Судя по всему, сверхскорость Супермена не связана с молнией как таковой. Этим он отличается от Флэша. Скорость Супермена можно рассматривать как скорость ветра. А точнее, как скорость, произрастающую из воздушной стихии. Сью Шторм, член Фантастической Четверки, прозванная Женщиной Невидимка, а также не только становится невидимой, но и может воздвигать вокруг себя разного рода невидимые барьеры. С их помощью она может передвигать предметы, словно владеетели кинезом, и загораживать своих товарищей от различных неприятностей. Несомненно, Сью принадлежит к персонажам воздушного типа. Вообще, вся Фантастическая Четверка, как признается и в самих комиксах, Четверка стихийная. Это показывает и наш стихийный анализ. В комиксах есть ряд персонажей, обладающих удивительным обонянием. Обоняние же, как мы уже выяснили, принадлежит стихии ветра. Наиболее известным обладателем Чудесного Чутья является Росомаха. Ну и вот про кимиксы Близубы, герои комиксов Люди Икс. Слух, как там известно, передается по воздушной среде, но для мира фантазии, по словам Башляра и по традиционным представлениям, это не очевидно. У индусов в некоторых теориях слуха, он связывается с эфиром. Эфир, а каша, собственно, такое сложное понятие, сложное для перевода. Обычно в европейской литературе, в русской литературе переводят как эфир. Эфир это пятый элемент, не входящий в наше данное исследование. Но мы, пользуясь авторитетом современной науки, будем рассматривать слух как явление воздушной среды. Многие герои обладают прекрасным слухом, например, Супермен. Некоторым он полностью заменяет зрение. Например, Сорвиголова полностью апеллирует к слуху, чтобы заменить ему зрение. Обсуждая физически качество, хотелось бы обратить внимание на акробатическую ловкость большинства героев. Если силу и крепкость мы относим к стихии Земли, а гибкость к стихии воды, то скорость и проборство следует отнести к стихии воздуха. Многие герои быстрее пробор необычных людей, они с легкостью делают невероятные акробатические этюды, показывая сверхчеловеческую подготовку своего организма. В комиксах есть также способности персонажей, совмещающие в себе несколько стихий. Например, способности Шторм, учена командой Люди Икс. Она способна вырабатывать, вызывать туман, дожди, ветры, молнии. В общем, она может управлять погодой, а потому связана сразу с тремя стихиями – огнем, водой и воздухом. По башляру, правда, связь между тремя стихиями невозможна, но в комиксах она существует. Человек-Лед из Люди Икс, к примеру, совмещает в себе две стихии – воду и воздух. Ведь лед – это остуженная вода. По сути, вода не несет в себе грезу, холода. Только смешиваясь с воздухом, с ветром, она становится холодной. Отметим, что практически каждый персонаж комиксов владеет способностями, принадлежащими к той или иной стихии. Некоторые персонажи даже совмещают эти стихии. Большинство персонажей совмещают различные стихии. Например, многие обладают сразу и невероятной ловкостью, и физической силой, и способностью к ускорению генерации. И это способности разных стихий – воздуха, земли и воды, соответственно. Многие герои и злодеи совмещают в себе способность к полету, энергетические атаки, завидную крепость. Проще говоря, в каждом герое мы можем отыскать целый набор стихий. Стихийный характер американских комиксов обусловлен необходимым могуществом как героев, так и злодеев. Когда мы пытаемся вообразить в себе нечто могущественное, то мы вынуждены апеллировать к своим глубинным грезам. Следует отметить, что все самые сильные персонажи комиксов тем или иным путем непосредственно причастны к стихиям. Когда речь заходит о способностях, позволяющих сжигать планеты, мы с необходимостью приходим к стихии огня, а когда речь заходит о длительных путешествиях, то мы воображаем себе полет. Основой которого является воздух. В этом смысле способности героев закономерны. В европейской культуре имеется определенный спектр грез, связанных со стихиями. Неудивительно, что создатели комиксов, вероятно, невольно руководствуются этим спектром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова